Маленькая принцесса София возвращалась домой из магазина. Ей все-то и надо было пройти несколько домов, но она не успела сделать несколько шагов по тропинке, прежде чем случилось это чудо. Неожиданно все вокруг заискрилось, засияло и в серебристом вихре снежином появилась настоящая королева. Ох, только и смогла вымолвить София! Еще бы! Королева была одета в прекрасное воздушное платье. Оно было нежно-голубого цвета с серебристым кружевом. На плечах женщины лежала легкая белоснежная накидка, а необычную прическу украшала блестящая камушками корона. «Ты ли та самая девчушка, о которой так много говорят?» – проворковала королева, глядя на Софию. «Наверное, вы ошиблись!» – смутилась девочка. «Кто же обо мне может говорить? Ведь я же обычная девчонка!» Королева прищурилась и покачала головой. «Ну-ну, не стоит скромничать, милая! Я знаю о том, как ты однажды прогнала саму зависть и про то, как лень из дома выставила. Мне тоже донесли. А еще ты сумела выбраться из Врунляндии. Да уж, много совершила ты подвигов за этот год. Именно поэтому я собираюсь сделать тебя принцессой в своем королевстве». Ее величество ласково улыбнулось. «Я надеюсь, ты согласна? Ведь короны достойна только такая девочка, как ты. Добрая, смелая, трудолюбивая». «Нет-нет, что вы! Я просто старалась поступать по совести!» – прошептала растерянно София. Ну что, мои маленькие друзья, о продолжении этой замечательной и интересной сказочки мы с вами будем читать завтра. А сейчас садитесь поудобнее, мы будем с вами смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго! Пока! До свидания, мои маленькие зрители!